Всем привет дорогие друзья, с вами я Полтис и сегодня я вам хочу показать одного чела, который скинул в комментарии свой ролик, свой высер даже так скажу, потому что ролик гамно, посылан никакого не несет за собой, как и этот ролик, я просто потому что с него поржу, ну реально и все, больше в принципе ничего. И я мог просто заблокировать этого пользователя, чтобы он сюда не приходил, но нет, я его оставил, поугарайте просто с него. Короче ребят, давайте не буду медлить, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, что еще, ну в принципе уже все, да, и ну можно начинать. Здравствуйте, уважаемые пожаратели, говна, и сегодня я решил поговорить, почему я презираю ФНАФ. Ну и сразу обсирание фанатов, ну короче, сразу видно то, что это тупой школьник, который думает то, что он чего-то стоит и думает то, что он может снять какой-то обзор. Хорошо, а теперь я рекомендую вам запомнить эти слова. Сейчас я приведу до хера объективных причин. Запомнили, до хрена объективных причин. Ну что ж, давайте посмотрим первую, до хренную, объективную причину. Вот она. Первая причина. Почему ФНАФ это говно? Потому что сюжет. Одно слово, сюжет. Вы хоть видели, какой там нахер сюжет? Вот это объективная причина, ребят. Вот это его объективные причины. Ну, и знаете, почему сюжет говно? Или почему какой-то не такой сюжет? Ну, он там, конечно, приводил какие-то премьеры игр. Чё, да нахера не надо вообще? Мы говорим про ФНАФ, не про какую другую игру. Ну, короче, обзор твой уже говном попахует с первого недоаргумента. Но давайте посмотрим всё-таки дальше. Я хочу поиграть в игру и узнать весь сюжет. Но нет, я должен покупать грёбаные книги. Потом ещё я должен их читать. Во-первых, книги тебе почитать точно не мешало бы. А во-вторых, книги не так раскрывают сюжет, как ты думаешь, что там весь сюжет написан. Брат, там раскрывают мини-игры. Но если тебе не нравятся мини-игры, ну тогда что сделать? Ну, давай послушаем дальше. С сюжетом. Мне нахер не сдались ваши грёбаные мини-игры. Ну да какой смысл тебе вообще играть в эту игру и делать по ней обзоры? Ну, не играй просто. Ну, если ты не хочешь никак узнавать сюжет, даже если тебе не нравятся теоретики какие-то, ну так как смысл где? Играй в киберпанк, лови баги одни, ну и всё, в принципе, да. Но всё же, давайте досмотрим этот его шедевр, как он, кстати, написал. Это намного лучше ФНАФ. Но нет, малолетки славают. Ну ладно, брат, значит малолетки мы. Ну, ничего страшного. Зато ты взрослый. Ну ладно, давайте посмотрим последний фрагментик и вот то, что он сказал. Мы и у меня от этого бомбили. Единственное, самый адекватный фнафер, как он, это Ливерни, то, что она нормально относится к критике. К нормальной критике нормально относятся. Но я сомневаюсь в том, что вот таких недообзорщиков, как ты, даже не то, что недообзорщиков, а просто школьников, которые наслушались какой-то бэбры вообще непонятной и снимают эти обзоры, она как-то там воспринимает всерьёз. Она только слушает тех ребят, которые реально приводят какие-то аргументы. Но ты нет. Ты не можешь привести никаких аргументов. Как ты там сказал, кучу объективных аргументов, что-то такое, фактов, да, не принёс ни одного нормального. Короче, просто видосу могу поставить дизлайк, просто потому, что оно вообще не информативное. И такие видосы делать легко. Вот этот видос я сделал быстро, за полчаса даже. Ну, короче, ребят, давайте прощаться. Ставлю ему дизлайк. Это не шедевр ни в коем случае. И вообще, ребят, если вы блогеры и вы снимаете, то нельзя никогда называть своё видео шедеврами. И я тоже считаю своё видео говном. Ну, ну точно не шедеврами, а он просто какой-то чрезвычный, самовлюблённый даунишка, потому что его видео не несёт никакого посыла. И шедевром он никогда не станет, как его контент, как и мой контент. Может будет получаться, но шедеврами точно никогда он не станет. И ещё что хочу сказать. Брат, ты не умеешь делать обзоры, поэтому не делай их, пожалуйста. Это всё, что я хочу тебе сказать. Снимай видео вот это, как ты там говорил. Он даже, кстати, своё первое видео назвал, там, где он анимации делал. Ну, то, что он Мирби обогнал. Да никогда свою рисовку Мирби не обгонит. Да он даже бомжа Валеру, который решил стать блогером, не обгонит. Что там говорить про гиганта, как Мирби. Ну, ладно, ребят, я со всеми прощаюсь. Того чудика я банить не буду. Пускай ещё своих высеров понакидывает. Может, ещё поржём чуть-чуть. Ну, ладно, ребят, всем пока и всем удачи. Субтитры подогнал «Симон»